Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я думаю, кто бывал на индийских базарах Множество юбок таких продаются Длинных и по колено Я была влюблена в эту юбку Когда была в Сочи И естественно я ее купила И носила с волками реально в жизни И знаете, мне даже так шло И подходила к внешности Индийские вещи, само собой, всем понятно Не каждому человеку подойдут в носки Да еще на каждый день Что я решила сделать с этой юбкой Носить я поправилась Фигура у меня теперь не для нее Я тут два раза ее сложила Эту юбочку на полу Носить ее не могу Во-первых, мне не хочется Даже на море И плюс я поправилась И у меня теперь вообще так не сидит, как должна сидеть Модель была просто запахивалась Друг на друга И поясочком все это подвязывалось Поясок был вшитый Ткань чистый хлопок Достаточно плотненький Также у меня есть индийские покрывала Парочку, которые я тоже люблю И пользуюсь им постоянно У меня на диване в мастерской Индийская покрывала со слонами Режит синяя И летнее индийское покрывало В спальной комнате Тоже на кровати На втором этаже, кстати Где я сейчас и нахожусь Очень нравится Вот В итоге, что я решила сделать Я ее не ношу Валяется Не знаю, что с ней делать С этой тканью Юбкой вернее Я думаю, что же с ней Такое интересно замутить В итоге мне пришло в голову Сшить на нее Из этого огромного куска Халатик Либо утренний Либо, знаете, на пляже Ходить, чтобы плечи не обгорели Запашной Беспугается без всего Надеюсь, у меня это получится Если получится Я даже вам покажу, что получилось И вообще вставлю Эти свои записи куда-нибудь во влог А если не получится Так вообще Вы их и не увидите никогда, конечно Чего позориться Тем более я даже и не шью я Я просто так шью, что получится Что-то перешиваю Ушиваю Подшиваю Сама себе хозяйка Как говорится Ну я ж хозяюшка Все умею Все могу Ну рисуночек прикольно Смотрите Здесь слоны шагают Не знаю Тон мне нравится Узоры индийские Здесь жар птицы Ну посмотрите Не юбка А красотинь какая Хочу такой халатик Делом я сделала Это отпорола пояс Который у меня будет Также поясом Только отдельным В халатике будет проблема Все рисунки будут Кверх тормашками Вот это дилемма Ну деваться некуда Потому что я больше Никак в него не вмещусь Пусть будет так То есть вверх широкий Мы видим Это будут у меня рукава Вот здесь будет Горловина Разрез Чтобы поняли И где-то Где-то Здесь я выровню Вот так вот ровно Отрежу Это низ подол Значит горловина По центру А это вот один рукав И другой рукав Здесь я просто отрежу По своей длине руки И по центру разрез Ну и посмотрим Что получится И просто прошью по краям Чтобы не махрилась ткань Пояс почти готов Который я отпорола Всегда рассыпала кучу иголок И прошлась поверху Где должна быть Плечевая зона иголочками Ну не буду же наметывать Не надо же наметывать Проще иголочками Все это закрепить И сейчас буду резать Естественно у меня ткань Наизнанку Вывернута в данный момент Так как я мастер Супер мастерица Пошива Буду все резать на глаз Так Сейчас разравниваю ткань Сложила ее еще пополам Вот видите Уменьшился кусочек Можно зафиксировать здесь Иголочками по краям И здесь посмотрите Какой рваный Где блаталия Рваный край А это все Надо будет Так ровненько Потом Подрезать Господи Хоть бы не испортила Юбку индийскую Такую красоту Здесь ширину Максимально Не срезаю Потому что Это будет низ Где раньше был пояс И чтобы там не было Просто узко Я надеюсь Будет не очень узко Поэтому максимально Сохраняю ширину низа Короче говоря Вот будет рукава И вот эту подвернутую часть Буду срезать Чтобы укоротить рукава А то они мне прям слишком длинные Получаются Если примерить на себя юбку Кэрсторм Тормашками Да еще на плечи Девочки Я режу И боюсь Все Отрезала Подолок Теперь режу До горловой зоны Которая будет Вон там Это будет Фасад Нашего Моего халата Лицевая сторона Переда Так получилось Вот И теперь Вот тут надо Вырезать горловину И Приступать К работе За машинкой Швейной Вырезала Примерно на глаз Вот такую горловину Наметила Иголочкой Куда пришить пуговицу Нашла у себя Вот такую пуговицу Большую Более-менее По цвету подходит Вот сюда и пришью Я либо подошла Какая-нибудь деревянная Но я взяла то Что у меня Было в наличии дома КОНЕЦ Домашний салат И немножко Сейчас засыпану Перчика чили У меня чили расходится Прямо очень хорошо Перец От именитых Остренький Вкусный Можно переборщить Запросто Такой вкусненький перчик Муж его боится Поэтому сейчас Надо хоть капельку Ну капельку Спануть Я лучше это сделаю Без камеры Капельку Насыпала Не дай бог Передозировать Иначе будет Ну достаточно Жгучий перец Все-таки чили Ну и сейчас Замешаю С подсолнечным маслом У меня С которым Настоялись Всякие там Родные специи Я делаю Итальянские помидоры Допустим Не знаю в этом году Буду делать или нет Знаете Когда в сушилке Посушить их Надо либо В духовке Вот И маслом заливаются Там настаивается Масло хорошо На помидорчиках Там перчиках Базиликах Чесноках Таких Ну то есть На этих Приправках Все это Хорошо настаивается Помидоры съели А масло осталось Ну и этим маслом Потом в холодильнике Оно у меня хранится И заправляю салатики Вот у меня уже закончилась В принципе Последняя Сейчас вылила Зелья У меня тут два вида салата От дески Еще какой-то Рваный кусочками Салатики Вот зелень Вот эта вот сама Лук зеленый Порезан Вот он И обычный лук Белый Репчатый Ну люблю Когда он хрустит Кто любит лук Вот такой Кучерявый Первый раз В этом году Посадила Салат Капустку напоминает Вот такой Прикольный салатик По вкусу Приятный Такой немножко Когда он мягкий Нежный А сейчас Он уже немножко Перерос Но все равно До салата Полне годится Листики Ну с горчинкой Небольшой Так ну что Салат мой готов Все нормально Соли хватает Заправку Можно вполне самим Делать Хоть на оливковом масле Хоть на подсолнечном Туда насыпали Хоть перчик Зеленый Только зеленую травку Фу зеленую Сушеную Сушеный приправ Там базилик Кориандер Кто что хочет Сыпет по своему вкусу Разно траве всякая Всякие приправы Чесночка Ой нет Чеснок только сухой С условием Либо А перчик добавить Любой Все это замешали По своему вкусу Подсолнечном масле Либо в оливковом И поставить Темное место Пусть настаивается А потом в холодильнике Все это хранить И готовая будет У вас доправка Для салатов И не надо будет Не тыться специями Но я все равно Еще перец добавляю Потому что Мне люблю так Поперчение Потому что Сейчас моя приправа Уже по сути С помидор Уже закончилась И можно будет Сделать новую Заливку Масляную Для салатов Так вот Варю Не макароны А спагетти Со светофора Многозлаковые Очень хрупкие Сами по себе Ну наверное Это естественно для них Ну и попробую Ни разу не пробовала Вот решила вам показать Что у меня получилось Вкусные Невкусные Так Сварила Слила воду Промыла Под водой Проточенной Иначе мне кажется Слипнется все От масла Сейчас добавила Сливочного И пытаюсь перемешать Тяжело Все таки не скользкие Как обычные Там Борилла Либо какие-то Другие Сварители Или там Паста В общем Ну Надо пробовать Сварители Еще здесь цветы посажены, вот тоже красненькие такие розовые, а белые исчезли, все, второй год не вижу белых люди, к сожалению, надо докупать и пересаживать их, сажать это нам так это одна из последних лили которые мы уже остались это 21 июля 22 год все узлили принципе к цели уже это самая последующих остался в прошлом году я все реле рассадила все вот эти луговицы рассоединила каждый несколько лет пересаживать кажется по четыре года не раньше это делаю вот рассаживать и вот это самое последнее а даже что бутон вот есть один красивая такая крупная ну на будущий год все вы хорошо и должен быть еще крупнее в этом видео я решила если получится у меня вставить все свои лилии которые были вне в этом году цвели и после пересадки белых так и ни одна ни одна лилия не вылупилась не расцвела значит они уже полностью пропали а я так надеялась что все-таки хоть одна какая-то белая появится так что получается в этом видео у меня подборка всех моих лилий которые мне сохранились рассажены сохранились в этом году в чем лилии за один год так ежегодное орудие по моему для сердца на полезном вермитетом сейчас оборву а то пока я оборву нету огромное количество птиц не только домашних но еще и диких они просто все выклевывают очень любят поэтому я не скажу что нас особо плодоносная ронья надо все срочно по обрывать срочно было так как-то пришла попозже все ждала когда же например совсем вызреет в итоге пришла тут уже ничего нет все склёвано это черноплодная рябина видите пчелки поработали благодаря пчелам такой огромный урожай яблок ну конечно яблочный год еще в этом году не только абрикосовый но даже когда у нас не было пасеки был очень яблочный урожайный год яблок было все же меньше осыпались ну не в таком количестве просто кишит и это под каждым деревом лишние яблони опыление масштабное даже промежутки плохую погоду пчелки вылетали и опыляли потому что пасека прям под носом им удобно вылетели опылили быстренько были залетели даже в нехорошую погоду как это не солнечную или даже нет рядом поблизости пасеки насекомых мало опыления мало и яблок естественно будет меньше поэтому еще раз хочу повториться если у вас у кого-то в частном секретаре есть сосед пчеловод радуйтесь у вас будет урожай больше чем у кого-то из частных подсобных хозяйств у кого пасеки рядом нет насекомых на все яблони и деревья просто обычных не хватает а пчелок хватает на всех рядышком и это мы уже почувствовали прям разницу поэтому могу сказать с точной вероятностью рядом пасека у вас урожайный сад ягоды фрукты ну и все что цветет и требует опыления в этом году будет так же много и прям больше чем по моему в прошлом вот потому что в прошлом году не опыли все запаски не было весной ранее уже появилось я залезла в подвал посмотрела а у меня кизиловый компот еще позапошлогодний не выпитый наверно в этом году уже закручивать ну чуть-чуть закручу несколько банок с кизилой хорош киев полезно вкусно и варенье классно с него но с косточками а косточки можно глотать и думаю все знают очень полезно для некоторых а мне все собирать позже мой все я собираю также вот в этом году очень много у нас по крайней мере и живите пчелки тоже хорошо на ней сидят так что с пчелка можно сказать уже спасибо маленькие пушистые работяшки полосатенькие вот такие яблочные груди если честно первый раз такое вижу в этом году раньше хотя бы много было на не до такой степени не гроздями точно так могут собрала называется черную рябину 7 аруния больше помню надо перемыть можно будет сушить прекрасно сохнут эти ягоды они такие знаете волокнистые не очень сочные да не калина все-таки калина более виднистая перемыть либо сушить либо я помою просто упакую пакетики в морозилку и просто буду порционно добавлять компот и не заморачиваться дополнительный вкус дадут вкусненький и полезности можно естественно делать всякие отвары полезные пить видите белокрылка все-таки размножается у нас слышала что можно бороться именно с нею бархатцами у меня бархатцы посажены вот палисадники и вот шикарный куст бархатцев рядом с огородом такой тут микро палисадничку не везде палисадники знаете маленькие большие разные шикарный куст такой рядом с ежевикой и на ежевике нет ничего белого я хочу вам сказать вот это прямо рядом с огородом значит все-таки это правда ночь надо бархатцы рассаживать теперь по всему огороду если на той ежевик который меня рядом с садом есть белый такой налет местами здесь я не вижу чистенькая листики хорошие ну и поймет только птичьи разные есть естественно ну потому что видимо рядом бархатца только сейчас обратила внимание на следующий год надо собрать семена нас еще год рассадить прям по периметру огорода где взойдут так будет хорошо около малинина эта малини мне прям достаточно хватает этой белой моли муха лежит на солнышке греется сегодня солнечные дни после дождей появились наконец-таки сегодня возможно на велосипеде поеду на почту посылочку надо отправить и и канны теперь к солнышку тянутся когда канны не цветут у нас приезжают знакомые и вот родственники приезжают это что у вас бананы растут почему-то всем кажется что это бананы нет это канны цветы постоянно их сажали раньше под несколько лет был перерывчик этом году решила опять посадить соскучились хорошо очень украшают конечно же двор вот около дворов возле дворов люди сажают эти корневища мощные и у меня тут посадила в трех местах два выросли один пропал у меня цветок и вот еще один но десять тенек поэтому так быстро не зацвел здесь синевая территория большего охватывает полисадники